Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней лекции «Циклические процессы в газах». План на нити. Первый вопрос – уравнение плосона для адиобатического процесса, работа и энтропия при адиобатическом процессе. Второй вопрос – политропный процесс, уравнение политропы. Первый вопрос – из-за процесса, как частные случаи, политропного процесса. Третий вопрос – энтропия, статистические и термодинамические подходы к изучению. Четвертый вопрос – обратимые и необратимые процессы в термодинамике, циклические процессы в газах. Пятый вопрос – изменение энтропии в процессах, выпадает тепловой машиной, энтропия, цикла, карнел. Адиобатическим называется процесс, при котором отсутствует теплообмен, то есть дельта Q равняется нулю между системой и окружающей средой. Из первого начала термодинамики для адиобатического процесса следует, что дельта A равняется минус DU, то есть внешняя работа совершается за счет изменения внутренней энергии системы. Для производной массы газа пишем уравнение 1 в виде уравнения 2. Продифференцировав уравнение состояния для идеального газа получим PdV плюс VdV равняется M на малярная масса RdT. Исключим из второй и третьей формулы температуры T, получим формулу 3. То есть PdV плюс VdV деленное на PdV равняется минус R на Cv. И оно равно минус Cp минус Cv деленное на Cv. Разделив переменные и учитывая, что Cp на Cv равняется гамма, найдем Dp на P равняется минус гамма Dv на V. Интегрируя это уравнение в пределах от P1 до P2 и, соответственно, от V1 до V2, а затем потенцируя, приведем к выражению. То есть P2 на P1 равно V1 на V2 гамма степень, или P1, V1 гамма степень равняется P2, V2 гамма. Так как состояния 1 и 2 выбраны произвольно, то можно записать уравнение в виде Pv гамма степень равняется константин. По ученым выражениям есть уравнение адиопатического процесса, но также называемое как уравнение фасона. Для перехода к переменам Tv и P T исключим из четвертого формулы с помощью уравнения Менделеева-Клаперона. Соответственно, давление или объем Tv гамма минус первой степень равняется константин. Или T гамма P1 минус гамма степень равняется константин. Выражение 4 и 6 представляет собой уравнение адиопатического процесса. В этих уравнениях безразмерная величина гамма равно Cp на Cv, или Cp деленное на Cv. И оно равняется I плюс 2 деленное на I. Называется показателем адиопаты, или коэффициентом фасона. Для одноатомного газа, например, для инертных, как неон, гелий, неон и другие, достаточно хорошо удовлетворяющих условия идеальности, I равняется 3. Соответственно, гамма равно 1,67. А для двух атомных газов, как азот, водород, кислород и другие, I равняется 5 и, соответственно, гамма – 1,4. Значения гамма, вычисленные по формуле 7, хорошо подтверждаются экспериментом. Диаграмма адиопатического процесса адиопата в координатах ПВ изображается гиперболой, как показано на рисунке 1. Вот на экране рисунок 1 у нас. На рисунке видно, что адиопата, то есть ПВ гамма степень равняется константе, более крутая, чем изотерма, то есть когда ПВ константа. Это объясняется тем, что при адиопатическом сжатии от первой точки к 3 увеличение давления газа обусловлено не только уменьшением его объема, как при изотермическом сжатии, но и повышением температуры. Вычислим работу, совершаемую газом в адиопатическом процессе, запишем уравнение 1 в виде, то есть Дельта А равно минус М на малярную массу СВТТ. Если газ адиопатически расширяется от объема В1 до В2, то его температура уменьшается от Т1 до Т2. И работу расширения идеального газа можно определить с помощью формулы 8. Применяя те же приемы, что и при выводе формулы 5, выражение 8 для работы при адиопатическом расширении можно преобразовать в виду. То есть А определяется с помощью следующей формулы. Где П1В1 – это М на малярная масса РТ1 без уравнения Менделеева-Клаперона. Работа, совершаемая газом при адиопатическом расширении, то есть переход из первой точки ко второй, определяется площадью заштрихованной на рисунке 2. И оно меньше, чем при изотермическом. Это объясняется тем, что при адиопатическом расширении происходит охлаждение газа, тогда как при изотермическом температура поддерживается постоянной за счет притока извне эквивалентного количества теплоты. Рассмотренные изохорные, изобарные, изотермические и адиопатические процессы имеют общую особенность. Они происходят при постоянной теплоемкости. В первых двух процессах теплоемкости, соответственно, равны, то есть СВ и СП. В изотермическом процессе, когда ДТ равняется нулю, теплоемкость равна плюс-минус бесконечность. А в адиопатическом, когда ДТК равняется нулю, теплоемкость равна нулю. Процесс, в котором теплоемкость остается постоянной, называется политропным. Исходя из первого начала термодинамики, при условии постоянства теплоемкости можно вывести уравнение политропы, то есть ПВН равняется константа, где Н – это С минус СП деленное на С минус СВ, то есть его называют показателем политропы. Очевидно, что при С константа Н равняется гамма, то есть из девятой формулы получается уравнение адиопатой, а при С, когда С равняется бесконечности, Н равном единице, уравнение изотермой, а при С равно СП, Н равняется нулю, это уравнение изобары, а при С равно СВ, Н равняется плюс-минус бесконечность, это уравнение изофоры. Таким образом, все рассмотренные процессы являются частными случаями политропного процесса. Теперь перейдем к круговым процессам. Круговым процессом, или его иногда называют циклом, называется процесс, при котором система, пройдя через ряд состояний, возвращается в исходное. На диаграмме процессов цикл изображается замкнутой кривой, как показанной на рисунке 2. Цикл, совершаемый идеальным газом, можно разбить на процессы расширения, то есть, когда переходит из первой точки ко второй, и когда из второй к первой, это у нас сжатие, то есть, здесь объем уменьшается, а когда из первой ко второй, у нас объем увеличивается. Работа расширения определяется в площади фигуры. 1А2, от В2 до В1, и к точке 1. Оно положительно, то есть, ДВ больше 0. А работа сжатия определяется в площади фигуры. Вот, от 2, В1, и В1, и В2, и точка 2. То есть, оно отрицательное, так как ДВ меньше 0. Следовательно, работа, совершаемая газом за цикл, определяется площадью охватываемой замкнутой кривой. Если за цикл совершается положительная работа, то есть, А равняется замкнутый интеграл по ДВ, оно больше 0. Цикл протекает по часовой стрелке, то он называется прямым, как показано на рисунке 2А. Вот здесь. А если за цикл совершается отрицательная работа, то есть, работа у нас меньше 0, то цикл протекает против часовой стрелки. То есть, вот как показано на рисунке 2Б на экране. Прямой цикл используется в тепловых двигателях, периодически действующих двигателях, совершающих работу за счет полученной извне теплоты. Обратный цикл используется в холодильных машинах, периодически действующих установках, в которых за счет работы внешних сил теплота переносится к телу с более высокой температурой. В результате кругового процесса система возвращается в исходное состояние, и, следовательно, полное изменение внутренней энергии газа равна нулю. Поэтому первое начало термодинамики для кругового процесса q равно а, то есть работа, совершаемая за цикл, равна количеству полученной извне теплоты. Однако, в результате кругового процесса система может теплоту как получать, так и отдавать. Поэтому q равно q1 минус q2, где q1 – это количество теплоты, полученной системой, а q2 – это количество теплоты, отданной системой. Поэтому термический коэффициент полезного действия для кругового процесса – это равняется а, деленное на q1. А – это работа, совершаемая работа, и оно равно q1 минус q2. То есть из этого получается, что у нас коэффициент полезного действия, то есть кпд кругового процесса, это равняется q1 минус q2, деленное на q1. Термодинамический процесс называется обратимым, если он может происходить как в прямом, так и в обратном направлении. Причем, если такой процесс происходит сначала в прямом, а затем в обратном направлении, и система возвращается в исходное состояние, то в окружающей среде и в этой системе не происходит никаких изменений. Всякий процесс, не удовлетворяющий этим условиям, является необратимым. Любой равновесный процесс является обратимым. Обратимость, равновесность процесса, происходящая в системе, следует из того, что ее любое промежуточное состояние есть состояние термодинамического равновесия. Для него безразлично идет процесс в прямом или обратном направлении, а реальные процессы сопровождаются диссипацией энергии, то есть из-за трения, теплопроводности и то и другое, которые нами не обсуждаются. Обратимые процессы – это идеализация реальных процессов. Их рассмотрение важно по двум причинам. Первое – это многие процессы в природе и технике практически обратимые. Второе – обратимые процессы являются наиболее экономичными, имеют максимальный термический коэффициент полезного действия, что позволяет указать пути повышения КПД реальных тепловых двигателей. Понятие энтропии введено в 1861 году к Клаудиусу. Для выяснения физического содержания этого понятия рассматривает отношение теплоты, полученной телом в изотермическом процессе, к температуре теплоотдающего тела, называемое приведенным количеством теплоты. Приведенное количество теплоты, сообщаемое телу на бесконечно малом участке процесса, равно дельта Ку на Т. Строгий теоретический анализ показывает, что приведенное количество теплоты, сообщаемое телу в любом обратимом круговом процессе, равно нулю, то есть интеграл дельта Ку на Т равняется нулю. Из равенства нулю интеграла 10, взятого по замкнутому контуру, следует, что под интегральное выражение дельта Ку на Т есть полный дифференциал некоторой функции, которая определяется только состоянием системы и не зависит от пути, каким система пришла в это состояние. Таким образом, дельта Ку на Т равно ДС. Одиннадцатая формула. Функция состояния дифференциалом, который является дельта Ку на Т, определяется энтропией и обозначается С. Из формулы 10 следует, что для обратимых процессов изменение энтропии дельта С равняется нулю. В термодинамике доказывается, что энтропия системы, совершающая необратимый цикл, возрастает, то есть он больше нуля. Выражения 13 и 14 относятся только к замкнутым системам. Если же система отменивается теплотой с внешней средой, то ее энтропия может вести себя любым образом. Соотношения 13 и 14 можно представить в виде неравенства Каудиуса, то есть дельта С больше или равно нулю. То есть энтропия замкнутой системы может либо возрастать в случае необратимых процессов, либо оставаться постоянной в случае обратимых процессов. Если система совершает равновесный переход из состояния 1 в состояние 2, то согласно формуле 12 изменение энтропии дельта С из 1 к 2 равняется С2 минус С1. И оно равно интегралу ДКу по ДТ. И соответственно у нас из первого начала термодинамики дельта Ку равняется ДУ плюс дельта А. И отсюда, где под интегральное выражение и пределы интегрирования определяется через величины, характеризующие исследуемый процесс. Отсюда формула 16 определяет энтропию лишь с точностью по доаддитивной постоянной. Физический смысл имеет не сама энтропия, а разность энтропии. Исходя из выражений 16, найдем изменения энтропии в процессах идеального газа, так как дельта У у нас М на малярную массу СВДТ, а дельта А это ПДВ, то есть из дальше М на малярную массу РТТВ на В. Отсюда дельта С равняется С2 минус С1, М на малярную массу СВ, интеграл от Т1 до Т2, ДТ на Т, плюс М на малярную массу Р, интеграл от В1 до В2, ДВ на В. Или же отсюда, находя интеграл, мы можем писать формулу витки 17, то есть дельта С у нас равняется М на малярную массу и в скобке СВЛНТ2 минус Т1 плюс РЛНВ2 на В1. Отсюда изменение энтропии дельта С из одного состояния в другое состояние идеального газа при переходе его из состояния 1 в состояние 2 не зависит от вида процесса перехода, так как для адиабатического процесса дельта Ку равно 0, то дельта С равняется 0 и, следовательно, С константа, то есть адиабатически обратимый процесс протекает при постоянной энтропии, поэтому его часто называют изоэнтропийным процессом. Из формулы 17 следует, что при изотемическом процессе, когда Т1 равно Т2, дельта С равняется М на малярную массу РЛНВ2 на В1, а наоборот, при изоформном процессе дельта С М на малярную массу СВЛНТ2 делена на Т1. Отсюда энтропия обладает свойством аддитивности, то есть энтропии системы равна сумме энтропии тел, входящих в систему. Свойством аддитивности обладает также внутренняя энергия, масса, объем, а температура и давление таким свойством не обладают. Более глубокий смысл энтропии скрывается в статистической физике, то есть энтропия связывается с термодинамической вероятностью состояния системы. Термодинамическая вероятность состояния системы – это число способов, которым может быть реализовано данное состояние макроскопической системы, или число микросостояний, осуществляющих данное макросостояние. По определению вероятность состояния системы, то есть W больше или равно единице, то есть термодинамическая вероятность не есть вероятность в математическом смысле. Согласно Больцману, энтропия системы и термодинамическая вероятность связаны между собой следующим образом – S равно K LNW, то есть где K – это постоянное Больцмана. Таким образом, энтропия определяется логарифм числа микросостояний, с помощью которых может быть реализованное данное микросостояние. Следовательно, энтропия может рассматриваться как мера вероятности состояния термодинамической системы. Формула Больцмана 18 позволяет дать энтропии следующее – статистическое толкование, то есть энтропия является мерой неупорядоченности системы. В самом деле, чем больше число микросостояний, реализующих данное микросостояние, тем больше энтропия. В состоянии равновесия наиболее вероятного состояния системы число микросостояний максимально, при этом как максимально и энтропия. Так как реальные процессы необратимы, то можно утверждать, что процессы в замкнутой системе ведут к увеличению ее энтропии. Принц возрастания энтропии. При статистическом толковании энтропия это означает, что процессы в замкнутой системе идут в направлении увеличения числа микросостояний. Иными словами, от менее вероятных состояний к более вероятным до тех пор, пока вероятность состояний не станет максимальной. Сопоставляя выражения 15 и 18, видим, что энтропия и термодинамическая вероятность состояний замкнутой системы могут либо возрастать, либо оставаться постоянными. Отметим, однако, что при эти утверждения имеют место для систем, состоящих из очень большого числа частиц, но могут нарушаться в системах с малым числом частиц. Для малых систем могут наблюдаться фруктуации, то есть энтропия и термодинамическая вероятность состояний замкнутой системы на определенном отрезке времени могут убывать, а не возрастать или оставаться постоянными. На этом наша сегодняшняя лекция заканчивается. Вопросы для закрепления. Первый вопрос. Почему адиабата более круто, чем изотерма? Второй вопрос. Как изменится температура при его адиабатическом сжатии? Третий вопрос. Чем отличаются обратимые и необратимые процессы? Четвертый вопрос. Почему все реальные процессы необратимые? Наша лекция сегодняшняя заканчивается. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...